Здарова, друзья! Сегодня мы с вами пойдём на третью карту, первый раз полным сетом. То есть у меня будет всё максимально сильное, ну, обычное, конечно, не как самый сильный игрок, а чуточку ниже на уровень, и постараемся сходить в радиацию, закрыть там всю карту, посмотрим, какие вообще игроки в начале сезона, будут ли подствольщики крысить, будут ли какие-нибудь читаки, либо же будут бегать шестёрки или нет. В общем, всё узнаем в этом видосе. Также, чё я хотел. У меня появилось много вещей, это не значит, что мне там их просто подарили, ещё чё-нибудь. Эти вещи, конечно же, нужны для магазина, ссылку на которую вы найдёте в описании, да и вообще тут, в принципе, на экране вы сами всё видите. И давайте сделаем, короче, небольшой розыгрыш. Это будет просто банальный розыгрыш на одно призовое место, но призовое место для начала сезона будет нифига себе, потому что, наверное, такое вначале никто не разыгрывает. Хотя, может быть, такие есть, но их прям крайне мало. Ну что ж, давайте вот так вот оденемся, ну, плюс-минус, то есть это не будет прям идеально так, потому что пластины, возможно, как-то будут отличаться. Ну и, короче, вот это вот будет единственное место. МКшка плюс шестой сет для участия. Что вы делаете? Просто подписывайтесь на канал на Ютубе. На телегу подписываться пока что не обязательно. Под видосом ставите лайк. Открывайте ваши подписки на вашей главной странице в Ютубе. Заходите там в Ютуб, главное настройки, скрыть подписки, убираете джойстик, и ваши подписки автоматически открываются. Теперь я смогу проверить, подписаны вы на меня или нет, и, в общем, уже выбрать победителя. Если подписки будут скрыты, то я не смогу это проверить. Ну и в комментариях оставляйте свой ID. Но к ID нужно добавить какой-то комментарий, чтобы Ютуб за спам вас просто не удалил из участников. Как-то вот так вот. Итоги, как обычно, у нас по традиции будут через два дня. Ну и участвуйте, желаю вам удачи. Также, если у вас вдруг очень много вещей, то, ну, просто не участвуйте, дайте другим кому-нибудь выиграть, кому эти вещи нужны больше. Розыгрыш завершён. Сейчас мы, значит, экипируемся на третью карту. У меня, кстати, очень мало денег, поэтому нам прям нужно как-то каким-то чудным образом сделать так, чтобы мы закрыли хотя бы парочку человек, забрали жетоны, чтобы потом купить, ну, хотя бы синие патроны. Потому что сложилась такая вот, ну, предвиденная, конечно, ситуация, но не очень хорошая, то, что у меня очень мало денег и, блин, на патроны не хватает, ну, вы представляете, да, вот так вот бывает. Подстволка плюс МКшка, кстати, первая катка будет разминочной, чтобы, ну, просто вдруг, если что, вы особо, там, не говорили, что, типа, ой, ну, поиграть не умеешь. То есть, это первая катка на этот день. Ну, вообще, как обычно, в общем-то. Так, не то поставил, не то поставил. Нас осталось пять тысяч, вы прикиньте? Блин, даже фаерган ведь не купим. Это так-то туповато, блин, прям вообще. Ну, что ж, что ж, погнали. Стоп, таланты. Таланты все проверил, погнали. Так, у нас здесь стрелялась гроза с глушителем. Правда, звук было прям очень плохо слышно, но такой имелся. Давайте патрончики запихаем. Ну, и давайте пойдем в пуш. Это, конечно, не очень идея, потому что могут забрать в крысу. Но можем и мы забрать в крысу. Правда, у нас это маловероятность, что получится. Ну, так вот резко получилось. Я, кстати, не знаю, он что-то, типа, ждал. Фига, у него просто жетон выпал. Серьезно, что ли? Ну, вы представляете, он был, то есть, с грозой такой, типа. У него, то есть, даже, получается, не было аптечки. Хотя мне показалось, это была четверка, либо пятерка, но с одной тычки зажигательной. Он откис. Походу, был четвертый шлем, и, как бы, вот так вот все сложилось. Вот точно не могу сказать, закрыл он того чувака или нет. Но, по-моему, нет, то есть, выстрелов дополнительных не было. Поэтому челик еще, вижу, вижу, видел челика. Это тоже с грозой. Он, короче, стоит за деревом. Вот здесь вот, по-моему, где-то. Или здесь, блин. Только деревьев. Да, частенько бывают такие моменты, что, типа, смотришь, видишь, а потом такой, блин, а за каким деревом, за каким камнем? Он там что-то пробежал, по-моему. Вроде бежит, да? Вон, давайте тоже побежим. Он, в принципе, с грозой. Вряд ли какой-то прям сильный. Скорее всего, пятерка. Но по голове, короче, попасть может. Если разрывки там по голове, то... Фига, бодно пугало, прикиньте просто. Блин, теперь нас спалил и где-то уже ждет. Он, короче, может быть как в траве, так и за деревом. Да, походу, так и есть. Слушайте-ка. Хоть бы двинулся, что ли. Попался. Второй шлемак был у чувака. Так, специальным прицельчиком поелозил, а там он такой двинулся и спалился. Окей. У этого хотя бы что-то было, потому что у того прям вообще что-то ничего не выпало. Ну, слушайте, уже жетоны есть, мы сможем приобрести патроны. Ну и чуваки, как вы заметили, четвертая-пятая. Пока что не голая. То есть это не голый человек. Ну и теперь уже тогда идем на рожок. Правда, я, конечно, планировал пойти в радиацию, но, к сожалению, нам вначале не особо-то уж и повезло с ней. Кстати, если вдруг у кого-то возникает вопрос, с чего я играю. Просто вот, ну, такое бывает. Я на всякий случай хочу вам напомнить, что я играю вот именно с телефона, с айфона XR. То есть я играю не на ПК, потому что на ПК в метро играть, к сожалению, либо к счастью, нельзя. Ну, в принципе, ПК вообще в PUBG, честно сказать, не решает. Я сам играл с ПК в PUBG Mobile. И вот честно, чтобы сделать какой-то там резкий маневр, еще что-нибудь, типа такое похожее, там нужно иметь 20 пальцев. Ну, представляете, да, это вообще много. То есть если здесь я ворочаю джойстиком, то там, чтобы так сделать, придется использовать целых 3 пальца. Ну, это как бы разница ощутимая. А здесь всего один. Ну, как бы, понятное дело. К тому же на мышку тоже уходят все пальцы, а здесь при желании можно поставить раскладку на 10 пальцев и... играть как какой-то нереальный черт. Такие, кстати, тоже бывают. Просто хотел поделиться таким мнением. И мне кажется, что это прям правда, и многие с этим согласятся. Не, конечно, не спорю, игроки сильные есть, да, но они не прям суперсильные, потому что, блин, телефончиков, во-первых, много, а во-вторых, ну, игра для телефона, поэтому, понятное дело, что, скорее всего, так и будет. Конечно, вот играл в Майнкрафт, там вообще ПК против телефона тема нечестная. Это PUBG, это прикольно. Кстати, смотрите, быстро бегу с МКшкой. Это тоже какой-то баг. Так, сейчас вроде медленнее стал, да? То есть, почему-то, как-то это все багается и получает так то, что... Я резко беру оружие. Кстати, возможно, оружие из-за этого не взялось, и у вас после выстрелов не будет урона. Типа вот так вот. Смотрите, быстро бегу. Но это нереальная скорость, потому что, даже если она прокачана, он так не может бежать. То есть, как будто бы я бегу с руками. Из-за вкачки талантов. Так, давайте проверим багом. Этот баг, кстати, остался. Блин, давайте, знаете что, вот, ну... Почему нет? Давайте так и сделаем. Ошибки. Это баг. Мне кажется, нужно его фиксить. Также у меня был видос насчет того, что здесь появляются знаки стоп. И когда вы смотрите в этот баг, этот баг пофикшен. Почему нельзя это, как бы, сделать на данный момент? Вот интересно, почему так? Потому что, типа, концепция уже готова, что ли? Или что? Как это понять вообще? А в итоге почему-то люди просто не делают этого. Я, конечно, не знаю, но, возможно, готовится какое-то глобальное обновление, но оно у нас, скорее всего, в любом случае, оно задержится по тому поводу, что людей в метро много, а когда люди начнут из метро уходить, то они эту обнову добавят и все вернутся. Это тактика разработчиков, в принципе, но оно и понятно. Но также у нас до сих пор не вышло метро 2.0, чтобы вы понимали. Это, как бы, странная тема. Здесь же был игрок. Или не был игрок. Что-то я прикола не понял. Босс стоит, босс стоит. А игрок-то где? С МКшки стрелял прямо здесь. Что-то я не выкупил рофла этого. А как так-то? Странно вроде. Блин, с МКшки чувак кого-то что-то закрыл где-то вот прям здесь и не спалился ботам на оглавке и, ну, на рожке его тоже нету. Куда он делся тогда? И ботов здесь тоже не зацепил. Блин, какое-то чудо-человек просто прошел. Опа. Наконец-таки хоть кто-то что-то спалил. Опа. Что-то здесь слышал. Фига, он, конечно, резко вылетел. Смотрите, прям вообще. Оказывается, он был здесь и это был винтарь. Вы заметили кое-что? У него 5 жетонов. То есть у него свой жетон выпал, еще 4. Охренеть. Просто охренеть, Челик. Ты что за машина такая вообще? Как ты это сделал? Что у него на винтарезе, интересно, стоит вообще? О-о-о. Офига себе, слушайте-ка. Челик прям этот жесткий, я вам скажу. Нас там топает кто-то, блин. Блин, ребята, это очень жестко. Короче, мне кажется, я знаю, о чем будет следующее видео. Вот прям по-любому знаю, о чем будет следующее видео. И это прям, если честно, ребят, очень жестко. Притворяюсь батом. Челик с вектором, он закрывает босса. Какой-то новичок, наверное. Что бы найти, конечно, этого человека, блин, в этих-то дымах. Босс еще кинул дым. Блин, что делать? Как делать? Что делать? Что такое? Челик тоже понял, что здесь человек, но... Где? Челик? Ага. Попался, челик. Да. Слышите-ка. Все, блин, он чуть-чуть не снес босса. Прям чуть-чуть. Давайте посмотрим, что выпало. Рюкзак. Ну, ладно. Давай тогда выкинем под стволки. Блин, чуть-чуть. Чуть-чуть. Готов. Думал, обхитрит, короче, у меня спрятался, но нет, так не прокатит. Рюкзак мы заберем, ну и пойдем посмотрим, что там у челика выпало. Может быть, что-нибудь тоже ценное. Мы, кстати, с вами закрыли очень много людей. Фаерган вызвали к большому сожалению на радиации. Ну, типа, фиг с ним, он улетит. Ну, точнее, уже улетел. Если быть точным. Ну, да ладно, фиг с ним. Пускай ступает себе дорога, и у нас, конечно, лута. Я бы не сказал, что прям много. Но зато мы с вами хорошо так пофайтились. Чего было с челик? Он, кстати, тоже пришел, походу, с босса, только от другого босса. Ну, и, в принципе, неплохо так получилось. Нам нужно что-то еще забрать, я думаю, потому что деньги тоже нам нужны. А в пушке что стояло? Ну-ка. Ну, да, короче, понятно. Вот так вот берем и сваливаем. Выход, кстати, рядом. Только, знаете что, давайте посмотрим, какой босс у нас продается. И, может быть, сходим еще на босса. Посмотрим, может быть, что-нибудь выпадет ценное. У нас, прикиньте, 10 жетонов. Хотя мы, как бы, не закрыли столько игроков. Но... Зато... Зато... Очень важная, кстати, у меня такая идея, в общем-то, была еще вчера. Ну, просто интересно, я так подумал, а что если в начале сезона играть с лентарезом и с помощью этого подняться? Согласитесь, интересно. Я думаю, что это прям стоит этого внимания. И, мне кажется, нужно будет... А, посладник, понятно. Попробовать. Все-таки это сделать. И в следующем видосе, который выйдет, получается, завтра после выхода этого видоса, мне кажется, мы все-таки это сделаем. Потому что это прям... Ну, нереально интересно. Блин, ну как так-то оно? Вы представляете, у него было 4 жетона. То есть он реально по факту всех завалил. И самое интересное в том, что игроки-то, вот на данном этапе игры, они играют чаще всего голые, ну, либо там четверки, пятерки. Это значит то, что винторез, по сути, будет являться очень сильной пушкой против них. Ну, так как выстрел будет не слышно, они вообще не смогут сориентироваться, и можно забирать в крысу прям кого угодно. И там, как бы, никакая шестерка за вами не побежит. Хотя, может быть, и побежит, но... Возможно, шестерка тоже может вам слиться. И в итоге вы станете, как бы говорится, богом игры. Ну, хотя вряд ли это будет прям вот так вот, но мы попробуем. Вот снова очень быстро бегу, как будто бы просто кулаками. Нафигеть, скорость вообще просто развивается. Лишь бы нас еще кто-нибудь не встретил, потому что, ну, бывают такие игроки. Получилось так, что мы выносим только жетоны. Ну, кстати, мне даже 4 жетона хватит, главное, на патроны. Это уже супер. Только вот босс далеко от выхода. Ну, ладно, ладно, так уж и быть. Почему, типа, нет? Ни хрена себе. Блин, вообще, я думал, типа, он так не будет делать, а он нас чуть не расстрелял. Прямо на месте. Опа. Ожидаемо, ожидаемо. Это было, конечно, читаемо. Только я не знал, с какой стороны человек придет, короче. Но, как видите, он, конечно, прям какой-то голый. У него там чуть ли не зеленые патроны на М-ке. Ну, может быть, синий даже. На 100% чувак голый. Услышал, либо пришел, что босс якобы двигается. Ага, я его увидел. Ну, это типичный синий игрок, что характерно для прошлого сезона. Кстати, так и не посмотрел награды этого сезона. Надо после катки это обязательно сделать, потому что, блин, мне что-то интересно. Что за награды вообще? Я их не смотрел, вы представляете? Кто-то здесь даже играет ради наград. Например, в прошлом сезоне мне писало много людей, которые играют ради штанов. Я такой, ну типа, вы чего, серьезно? Вот, метро ради штанов. Конечно, штаны там получить можно буквально за один день. Я, в принципе, так и получил за один день, но это было очень странно. Вот чисто для меня то, что люди играют в метро ради штанов. Я такой, ну типа, ладно. Ну, слушайте, чисто катка на жетонах. То есть можно пойти в фулл 6, вот реально, но чтобы прям что-то вынести, это вряд ли получится. Ну, либо надо идти в радиацию, но правда там вас могут закрысить, пока вы открываете какой-нибудь ящик. Ну, либо же вы просто закрываете пол сервака. Ну, как вы заметили, игроки, ну прям, честно сказать, вот только единственный чел с винторезом, он оказался прям каким-то, ну, героическим. Он реально мне снес очень много, то есть прям посражался, закрывал много людей. И вот он единственный, кто выносил тоже весь сервак. Помимо меня. Ну, он, конечно, был голый тоже, как бы, респект. В начале, конечно, был жесткий. И в итоге получается все. Остальные все были, ну, грубо говоря, какими-то пугливыми. То есть просто реально боялись слиться. Там лежали, прятались. Ну, это было заметно прям очень сильно. Куда денешься? Начало сезона. Иногда я так тоже играю. Мы выносим 650 тысяч почти. Нифига себе. Давайте, наконец-таки, открою награды. Костюм какой здесь. Ой, ой. У меня, по-моему, даже такой есть. По-моему. Северный танцор какой-то. Ужас какой. Ну и на этом у нас получается все. Нифига себе вынесли, конечно, жетонов. Давайте посмотрим, сколько у нас получилось закатку. Так, выложить. 11 штук. Нормально. На этом получается все. Ставьте лайк, подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше в начале, но не болейте, и мы с вами увидимся уже завтра. Пока.